Здравствуйте, дорогие союзники! Это программа «Честное мнение». Мы работаем в прямом эфире в студии Тимофей Обухов и Светлана Ладина. Наш телефон 379 65 70, код города 343. Ну, я думаю, сегодня мы уже завершим тему празднования 17-летия телеканала «Союз». И у нас есть еще разные замечательные, приятные поводы. Ну, вдруг вы хотели, очень хотели дозвониться и не дозвонились в несколько предыдущих дней, тогда эта возможность у вас есть в 15 минут прямого эфира. Ну, а я поздравляю с именинами нашего дорогого Тимофея, моего коллегу и товарища, потому что сегодня же День апостола Тимофея. Спасибо большое, Светочка. Вот. И, знаете, мы даже не попросим его как-то напрягаться и читать стихи, а я думаю, мы покажем видеозапись экранизации стихотворения иеромонаха Аверкия Белова, которое посвящено небесному покровителю нашего Тимофея, ученику апостола Павла, его верному спутнику апостолу Тимофею. Спасибо. 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 Дорогие друзья, вы знаете, я всегда с большим уважением, любовью и трепетом вспоминаю все наши поездки в Узбекистан. Ведь экранизация многих стихотворений, которые мы делаем, они связаны так или иначе со Среднеазиатским митрополитическим округом. И вот эти удивительные встречи, это теплая атмосфера во всех отношениях, не только погодных, хотя мы заставали и снег, когда были в ноябре-декабре месяце. И мокрый снег, и в горах, когда было минус 10 с ветром, и уже настолько замерзали губы, лицо, то есть мышцы. 25 дублей. Да, да, там просто вот растираешь себе и думаешь, как бы выговорить, потому что уже элементарные слова не получаются. Вот я это все говорю к тому, что, конечно же, без поддержки, без благословения это все бы не происходило. Это очевидно и понятно. То есть моих собственных сил или человеческих сил иногда просто недостаточно для того, чтобы что-то происходило. Если только на них полагаться, все очень быстро и печально заканчивается. Когда есть надежда, что твои действия так или иначе поддерживаются кем-то, возможно, наверное, многое. Вот, собственно, что я хотел сказать по этому поводу. И когда рядом человек, ну вот как Света, да, которая, ну она поддерживает и не дает забывать, что все-таки мы это делаем не для себя. И даже не для того, чтобы это так или иначе появилось на экранах в интернете и под ним множество сердечек, лайков или еще что-то. Это мы делаем просто потому, что ну вот так сложилось, мы поставлены здесь и вот в это время, в этот момент. И от нас зависит, мы это сделаем хорошо, ответственно, ну либо это получится как-то по-другому. Мы стараемся это делать на максимум своих сил. И аминь. Ну, кстати говоря, вот именно это стихотворение мы снимали на нашем железнодорожном вокзале, если помнишь. Вы заметили, да, он там как бы уехал на электричке. Ну, на самом деле не уехал, конечно, никуда, но мы же телевидение. Я просто хочу сказать, что я вспоминаю всегда, вот у меня ассоциация стихотворений и творчества нашего доброго друга из Казахстана, это всегда вот со средиазиатским митрополитичным округом. Вот правда. Все там переплелось в несколько стран сразу. Я предлагаю почитать несколько сообщений наших уважаемых телезрителей, которые они оставили под программами в социальных сетях, в Ютубе. Я к России, Казахстану и Узбекистану, значит, как страны-союзники, хочу присоединить еще и сообщение из Латвии. Вера Губина нам пишет, она живет в городе Лиепая. Мы находим возможность перечислять денежку на союз, в храме стоит ящик для пожертвований. Честно говоря, мы не мыслим, как можно не поддерживать телеканал, который дает нам так много. Это и просветительские передачи, и интереснейшие беседы со священниками, программы о социальном служении церкви, передачи по психологии и о воспитании детей. Моя внучка просто обожает мультфильмы «Сказки добролесья». В них она запоминает русские пословицы, которые так важны, чтобы сохранить культуру русского языка в иностранном государстве. Очень много нам с ней дают передачи «Учимся растить любовью» и детские темы в передаче «Литературный квартал». Поздравляем, дорогой союз с 17-летием, возрастом цветущей весны, с 17 мгновениями весны. Будьте вечно молодыми. Вера, спасибо большое за то, что вы нас не оставляете и периодически пишете что-то очень действительно и содержательное, и теплое. Спасибо. Ольга Иванова, дорогой любимый канал, с днем рождения вас, мои дорогие. Познакомилась с вами в марте 2005 года, случайно листал канал, и вдруг на экране возник батюшка. С тех пор я не разлучаюсь с вами. Люблю, смотрю, буду смотреть только вас. Многое вам благая лето, процветание, добра, мира. Спасибо огромное за то, что вы есть. Дарья Сергеевна, замечательный, добрый, тактичный, миролюбивый, радостный, милый, даже где-то наивный, чистый, светлый и прекрасный наш союз. Спасибо вам за то, что вы есть. Радости, здравия, процветания, мира, любви, всех благ. Наталья Павлутина, искренне поздравляю и говорю. Союз православный канал, Екатеринбург, сердце русского православия. Батюшка Константин и его семья – пример вдохновения для каждого человека мира и процветания. Но здесь имеется в виду как раз вот наша та программа, которую мы ввели в день рождения, прямой эфир, который у нас состоялся в понедельник. Также у нас есть еще такое сообщение, ну, заметочка, да, комментарий. Ольга, Нижегородская область дозвонилась до Оксаны Леонидовны, это человек, который отвечает на все ваши звонки во время рабочих дней, во время рабочего времени. Ольга, насколько мы поняли, имеет некоторые затруднения с речью, поэтому она смотрит и программу «Честное мнение», и в целом эфир телеканала «Союз». И хотела бы поучаствовать, возможно, в прямых эфирах, но понимает, что ей тяжело это будет сделать, она имеет инвалидность, и поэтому она просто позвонила нашему секретарю Оксане Леонидовне и выразила слова любви, благодарности. И просила передать большой-большой привет всей Нижегородской области, самой Ольге. Мы тоже передаем поклон низкий, благодарность и всем ее близким, родственникам, друзьям и знакомым. Галя, вот не знаю, нет ударения, поэтому то ли Галя Галин, то ли Галя Галина, от всей души поздравляю всех союзников 17-летия. Всем многое благая лето! С помощью вашего телеканала я воцерковлялась, когда Господь меня взял за руку и привел в церковь. Правильно сказал в конце передачи отец Константин Карипанов, ну имеется в виду опять же вот тот большой часовой эфир в самом день рождения канала вечером. Мы все получаем на Союзе образование. Желаю вам удачи, успехов и процветания. С некоторых пор я перестала смотреть телевизор, но поддерживать и смотреть канал не перестала. Какой хороший эфир! Спасибо вам! Да поможет вам Господь во всех ваших начинаниях. Хотя сейчас очень трудное время, мы все вместе справимся. Очень надеюсь, что матушка Инна с Божьей помощью разрешилась сыночкам. Речь идет о том, что отец Константин Карипанов пришел к нам тогда. И вот буквально до эфира мы его поблагодарили за то, что он не отменил свой визит в поздний час. Он сказал, я же вам обещал, а вот матушку в роддом увезли. Мы говорим, батюшка, так вот как же? Говорят, ну вот я же обещал вам. И мы, вот просто рассказываю тем, кто не видел, во время программы, конечно, попросили помолиться за матушку Инну, за ее благополучное разрешение сыночкам, что, слава Богу, и произошло. И мы присоединяемся к поздравлениям, которые зрители передают отцу Константину и матушке Инне. В который раз уже, но все равно каждый раз с радостью. В Лиза Медведева в 2016 году была на службе в Храме на Краю в День памяти царских страстотерпцев. Проходили по ковровой дорожке владыка Кирилла и епископ Феофил Иерусалимский. Благословляя, Владыка Кирилл сказал, я всегда с вами, не все могут побывать в Иерусалиме, берите благословение у епископа Феофила из Иерусалима. Патриарха. Да, патриарха Феофила. У меня не получилось. Вышла из храма и, дойдя до царского двора, шел навстречу патриарх Феофил Иерусалимский. Благослови у меня. В течение года с удовольствием смотрела передачи из Иерусалима. Слава Богу за все. Вот был упомянут храм на крови, а вы знаете, ведь там в это воскресенье престольный праздник, потому что один из его пределов освящен в честь новомучников и исповедников церкви русской. А собор этот, напомню, возглавляют святые царственные страстотерпцы. Ну, а вчера был день прославления верного доктора царской семьи, праведного врача Евгения Сергеевича Боткина. У нас запланированы прямые трансляции богослужения из храма на крови и всеночного обдения. По московскому времени это 15 часов суббота и 7 часов утра воскресенье. Ну, это по Москве, а у нас в Екатеринбурге, соответственно, будет 17 часов начала всеночного и 9 часов утра начала божественной литургии, которую мы ожидаем, что совершит митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Храм на крови. Это в том смысле, что, конечно же, мы и приглашаем всех наших многоуважаемых зрителей, ну, а кто не имеет такой возможности, телеканал «Союз» подарит вам вот эту прямую трансляцию. Ну, и кроме того, не забудем, что 6 февраля – День памяти Святой Блаженной Ксении Петербургской. Матушке Ксениюшке, как многие-многие ее называют. Я прочитала в церковном календаре, что служба в честь Блаженной Ксении может быть перенесена на 5 февраля, вот как раз из-за того, что в этом году она совпадает с переходящим праздником новомучеников и исповедников Церкви Русской. Так или иначе, ну, вот как раз это суббота и это воскресенье, праздники наших с вами любимых святых, поэтому не забудем, не пропустим, при малейшей возможности придем в храмы на богослужение. Ну что же. Будем заканчивать. Спасибо вам, друзья. Спасибо большое, друзья. Все добрые пожелания. Мы адресуем каждому, кто любит телеканал «Союз», кто молится за нас, кто помогает. Всем нашим союзникам из епархии, которые снимают сюжеты, замечательным коллегам из пресс-служб, и энтузиастам-телевизионщикам, и любителям. Друзья, вот это 17-летие, эти 17 счастливых мгновений наши общие. Пусть Господь благословит вас. Тимофей Обухов. Светлана Ладина. Программа «Честное мнение». Даст Бог. Увидимся. Программа «Честное мнение».